Вроде старова, а посмотрите, как красиво. Красота и бархатцы еще цветут. Решила все-таки зайти в фикс прайс. Иду. И у нас кое-что завезли. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Вышла из фикс прайса, кое-что купила. И присела отдохнуть, там сегодня покров. И в церкви такой колокольный звон, народу там очень много во дворе. Милиция вокруг охраняет, чтобы порядок был. Приятно, правда, такой звон колокольный. Давайте послушаем немножко. Ну что, мои дорогие, и снова здравствуйте. Прогулялась я в фикс прайс. Погода сегодня чудесная, как летом. Даже было мне очень жарко. И сейчас я вам покажу, что же я там купила. Купила полотенце. У меня все мои полотенчики уже старенькие стали. Как-то быстро они так занашиваются посудные, не посудные, а кухонные эти полотенчики. Вот взяла такое вот розовенькое. У меня уже похожее было, но и розовенькое это мой цвет. Поэтому я взяла, конечно, розовенькое. Два рубля он у нас стоит. Взяла вот такую вот катушечку с пленкой. Пленка пищевая. Она бывает иногда очень надо, когда вот что-то недокушаешь и поставить в холодильник. Я не люблю перекладывать в пластмассовые коробочки. Я лучше закрою вот такой вот пленочкой. Здесь 20 метров и стоит она рубль. Взяла две пачки макаронов. Очень люблю макароны с фикспрайсом, пасту эту, потому что они не развариваются. Они такие вот плотненькие остаются. Конечно, я очень люблю макарончики такие. К сожалению, не было. Было только рожки и вот такие вот спиральки. Ну, взяла, что было. Не уходить же с пустыми руками. Для кофе взяла пухлого кролика в воздушной куфле. Тоже рубль. Да, и макароны порублю тоже. И купила вот такую вот коробочку. Вот такая вот она красивая. Золотисто-серебристая, розовистая. С красивым украшением. 6 декабря у моей подруги Тани день рождения. У меня подарок уже есть. Я не скажу, а вдруг она посмотрит видео, не скажу, что. Но я подумала, что в такую вот коробочку положить то, что я приготовила уже в эту коробочку, поместится и будет красиво. Правда? Приятно или просто в бумажки подать, или в мешочек там положить, или вот подарить такой коробочке. Потом и коробочка у нее сохранится, и, может быть, она какие-то свои украшения будет держать, хранить вот в такой вот коробочке. И последнее, что я купила в фикс-прайсе, это вот такую вот вещь. Тарелочка, минажница, по-моему, она называется. Она на деревянном основании. Когда их привезли в магазин, даже, не знаю, на прошлой неделе их не было. А сегодня, там в глубине где-то, я ее случайно увидела. И было их всего две штучки. Она находится на деревянном основании. Стоят три такие тарелочки. Думаю, что будет очень хорошее украшение стола. Появилось там уже много всего такого вот гирлянды разные, там сувенирчики, но я это ничего не покупала, потому что мне как-то пылесборники эти не надо. Гирлянд у меня много, мы уже давно не ставим большую елку, поэтому всяких игрушек таких у меня полно. Ну и потом, идя домой, зашла по дороге здесь у нас на остановке бумаги, купила упаковку салфеток 55 копеек и рулон вот таких вот полотенец. Такой огромный. Он рубль 39 стоит, потому что часто бывает вот так вот что-то готовлю, и надо срочно вытереть руки, чтобы не бежать скорее мыть, а что-то вытереть. Поэтому вот такой рулон я поставлю у себя на столе. Когда буду готовить, мне будет очень удобно. Да, я еще купила лак для ногтей, но, девочки, я его оставила там, не хочу бегать. Ну, в общем, на ногтях у меня уже этот лак, который я купила. Вот такой вот розовенький. Не этот, не блестящий, а вот этот вот. Розовый-розовый. Это я купила тоже в этом самом фикс-прайсе. Два рубля он стоит. Ну вот, а теперь уже и все. Теперь будем ждать еще новых каких-то интересных вещей. Потому что тарелки там были, но я не нашла ни одну тарелку, которая бы мне понравилась. Мне больше нравятся тарелки квадратные, такие стеклянные, вот как я в прошлом году брала. А там в основном привезли тарелки, ну, такие тяжелые. Знаете, как раньше были старинные эти тарелки. Они, конечно, нарисованы, там что-то интересное, новогоднее, но неприятные тарелки. Конечно, я такие тарелки не покупала. Ну, вот пока все, что я видела, я попыталась там снять видео, но, конечно, там играла музыка. И то, что я говорила, это не слышно будет. Ну, попробую соединить, не знаю, как получится. Ну, а на сегодня все.